Силу печатного слова в массы. Новейшие издания, раритетные экземпляры и литературное творчество коренных народов. Книги со всего Дальнего Востока собрали в одном месте. Здесь можно полистать, поиграть и купить продукцию полиграфистов. Сейчас стало труднее работать, поскольку я уже работаю директором издательства более 30 лет. Я могу сравнить все периоды, советское время, время перестройки и сегодняшний день. Сегодня работать труднее. Сегодня стали выходить единичные экземпляры, стали выходить книги роскошные, книги подарочные. Наверное, за ними будущее. А книга обыкновенная, она переходит в электронные издания. Это проще, это дешевле, это более распространимо по всей России и за рубежом. Юбилейная 20-я дальневосточная выставка ярмарка «Печатный двор-2017» собрала более сотни ведущих компаний из разных регионов Дальнего Востока. Также были гости из Центральной России и КНР. Издатели из Поднебесной презентовали книги об истории и культуре Китая. В этом году им удалось заключить соглашение с издательством «Русский остров», в рамках которого иностранная литература будет выпускаться и в Приморье. Конечно, мы агитируем массового читателя на чтение книг из первоисточника, то есть книжный вариант, но тем не менее распространяем другие активные модели, такие как чтение книг через интернет, на мобильных телефонах или с помощью других устройств. Приморские издательства сделали акцент на краеведческой литературе. Удивляет разнообразие не только содержания, но и оформления. Есть тома в уникальных переплетах из дорогой бумаги. Музейные библиотеки достали архивные издания. Заинтересовать людей удалось. Судя по количеству гостей на выставке, издательское дело в регионе живет, а читать во Владивостоке по-прежнему любят. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.